Привет, зрители! Добро пожаловать в Братату! О, вы не ожидали, а она вот появилась тут из-за угла. И мы сегодня играем моды на Братату, и у нас сегодня самый крутой мод на Братату ГМО. У нас генетически модифицированная Братата будет. Короче, смотрите, тут еще куча модов, но они как бы как поддерживающие моды для этого мода. Тут всякие на интерфейс и так далее, неважно. Короче, что делает? Genetically Modified Overkill, или по-нашему ГМО, генетически модифицированный. Он позволяет комбинировать двух персонажей и создавать одного суперперса. Короче, ты, например, берешь, ну давайте, везунчика, соединяешь везунчика с быком, и у тебя получаются два перса скомбинированные, и они, их, все их эффекты объединяются. Что может быть суперинтересно. Конечно, есть минусы. Для баланса идет минус 10% опыта, цены предметов выше, плюс 15% врагов, что, кстати, я бы не сказал, что это минус. Это может быть даже плюсом. И плюс 3% скорость врагов. Ну вот, 3% скорость врагов на самом деле может быть опасна. Вот. Потому что обычно я скорость не набираю до 10 волны. Ну, посмотрим, как это будет работать. И, да, все те же возвышения доступны. Как мы будем этот мод играть? Ну, у меня есть отличная идея. Столько идей для комбинации персонажей. Можно там и волшебника с подрывником скрестить, и фермера с каким-нибудь этим, там, который на выживании. Стример плюс фермер кучу денег зарабатывает. Но, я думаю, интереснее всего будет посмотреть, что нам даст рандом. Я думаю, мы пойдем полный рандом. Пускай игра нам дает персонажей, делает безумные комбинации, а мы будем решать вопросы по мере поступления. Потому что идей для имбы у меня достаточно. Что, если нам придется играть не имбой, а каким-то трэшем? Поэтому я предлагаю нажимать кнопку рандом, и пускай оно решает само. Давайте. Раз. И два. Так, и кто у нас? У нас энтерпринер и солдат. О-о-о. О-о-о, блин. Ё-моё. Энтерпринер это чувак, который... А что он делает? Я и не помню. Надо будет сейчас почитать. Так, ну солдату мы возьмем шредер со старта. Солдат со шредером рулит. Йоу. Хорошего стрима. Кнопочка Джулия, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе громадное за донат за 500 сердечком. Я очень ценю кнопочка Джулия. Мне, кстати, твой ник очень нравится. Очень нравится твой ник. Спасибо тебе огромнейшее. За поддержку. Я думаю, стрим будет хорошим. Сейчас надо прочитать, что делают наши персонажи. Окей. Мы сейчас начнем прогноз. Сделаем ставки. Спасибо большое, кнопочка Джулия. Еще раз же поддержку я очень-очень ценю. Очень ценю. Пройдем ли мы 20 волн? Окей. Сделаем ставку. Так, погнали читать. Предприниматель. Минус 25% цены предметов. Модификации сбора усилены на 50%. Дает на 25% больше материалов за разбирание предметов. Но! Минус 100% материалов в начале волны. Ага, все я вспомнил. Модификации урона ослаблены на 50%. Во, блин. Так. Ага. Ну, надо будет тратить все деньги каждую волну в ноль. Вот. Еще раз. У нас предприниматель и солдат. Солдат. Плюс 50% к параметру урон в неподвижности. 50% к параметру скорости атаки в неподвижности. 10% скорости, дальность сбора большая и отталкивание. И не может атаковать в движении. Окей. Значит, план такой. У нас есть солдат. Солдат сам по себе очень сильный. И мы сделаем вот чего. Мы будем тратить деньги каждый раунд под ноль. Ну, естественно. Потому что у нас предприниматель. И сбор. Мы будем качать сбор. Будут большие проблемы с уроном. Огромные проблемы с уроном. У меня вот какой вопрос. Во-первых, у нас вообще нет денег. Господи, как? Как жить-то? Ну, урон в дальнем бою я все равно возьму нам. Нам надо как-то... Как-то будет сейчас стащить. Блин, модификации урона ослаблены на 50%. Жесть. Есть русский язык, так что ты ошибаешься. Вон, шуз давно уже прошел ее. Я смотрел от него прохождение. Так что все там есть на русском. И до удачного стрима тебе. О, Павел с Урала. Спасибо тебе большое за донат. Так, ну, значит, я перепутал что-то. Значит, надо посмотреть. Значит, надо посмотреть игруши. Доус обдаут. Спасибо большое. А я что-то думал, что нет русского. Может, он появился? Так, я буду играть в... Я хочу попробовать играть через взрывное оружие. Ну вот, из всего, что мы играли... Из всего, что мы играли за солдата, у него взрывное оружие очень классно заходит. Плюс модификация базовая этого мода. Это... Плюс 15% количеству врагов. Значит, врагов будет дофигища. И нам нужно будет против толпы сражаться хорошо. Плюс сбор. Сбор нам нужен. Если увидим сбор, она будет взять. Так, тут я ничего не вижу нам нужного. Нам нужно все деньги под ноль тратить обязательно. 2% кражи жизни. Это не то, что мы хотим. Я попробую нам найти сбора. Сбора нет. Печаль, беда. Ну ладно, я возьму нам 3 регена. Вообще, что-то у нас старт очень слабый. Я не знаю, может пистолет-пулемет синий взять? Ну, его предлагают. Он, конечно, не взрывной, но это лучше, чем ничего. Да, солдат не атакует, когда двигается. Это правда. Ладно, беру пистолет-пулемет. Это не идеально, но у нас нет выбора. Почему-то денег вообще нет. Почему-то деньги, ребят, нам не падают. Хотя, по идее... Ну, по идее, за предпринимателя нужно играть в сбор. А у нас сбора ноль. Да, предметы на неподвижность будут рулить для нас. И, как ни странно, солдату все равно нужна скорость. Потому что ты хочешь передвигаться по карте маленькими перебежками. Ну, ребят, не существует этого, смотрите, сбора. Ха-ха. Нам очень не везет. Я сколько раз рольнул и не вижу сбора. Но надо брать... О, вот пять сбора. Хотя бы какой-то сбор взять. Да, потому что сбор усилен на 50% у нас. Язык пришельцев. Тоже топ-шмотка для солдата. Но мы себе не можем сейчас позволить. Брать эти утилитарные вещи. У нас три оружия на четвертой волне. Это очень мало. Но я вижу тележку. Так, ну тележка это вабанг. 16 сбора минус одна броня. Это вабанг. Поехали. Рискуем. Еще призрака вабанг можно взять. И тут придется все деньги на реролы потратить. Пчела тоже дает сбора. Но пока рано ее брать. Нам нужно оружие. Слушайте, ну какое-то жуткое невезение. Просто с тремя пушками. Не можем мы брать пчелу. У нас нет оружия. Нам нужно собирать всеми правдами и неправдами шесть оружия. Вообще на четвертой волне уже должно быть пять-шесть оружия. У нас три. Это большая проблема. Так что... Я пока... Не могу взять никаких других вещей. Но я взял 16 сбора. Взял тележку. Но... Тележка она... По деньгам намного выгоднее, чем пчела. Ну, 140. О, 8 сбора. Давайте еще сбор брать. Окей. 46 сбора это уже что-то. Фу, жесть. Так. Да. Так, теперь медицинская пушка револьвер. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Хотя, может быть, надо было брать револьвер. Денег нет. Спасибо. Шредер еще один. Лазерку взять можно. У солдата большой бонус к скорости атаки в неподвижности. 50%. То есть, лазерка может быть нормальной. Хотя, все подряд набирать тоже не хочется. Ну, а что делать? А кому сейчас легко, да? Давайте лазерку брать. И я еще раз покручу. Ну, походу... Сейчас пистолет-пулемет еще один купим. Деньги надо все потратить. Варлэк, если будет еще один забэк после этого, возьми горлапан и еще кого-нибудь. Феникс, спасибо тебе большое за донат. Спасибо тебе большое за стой с сердечком. Я думаю, что мы будем играть рандом. Я думаю, что рандом рулит. Это весело. Мне нравится. Мы шли в правильном направлении. Если стример не играет, то и не руинит, так что нужно больше доната. Пуфик, ты там чего? В синей команде? Спасибо тебе, Пуфик, за донат. Спасибо за поддержку. Пуфик, ты в синей команде, что ли? Понятно, ясно, понятно. Вот в чем был хитрый план. Нет, ты в красной команде. Так, а зачем тебе руина, если ты в красной команде? Тебе, наоборот, руина не нужна. Окей, давайте два дальнего боя брать и урон нам нужен. Давай, 8% к урону возьмем. Ну, вот это уже на что-то похоже. У нас билд, у нас хотя бы есть оружка. Окей, купон всегда хорошо. Ёжика я покупать не буду, регенерация нам пригодится. О, и посыпалась, посыпалась, хорошо, еще один шреддер, лазерка, синий уровень. Так, и теперь можно подумать над чем-нибудь интересным, типа шляпки для удачи. Шапочку на скорость тоже можно взять. Как ни странно, скорость солдату нужна. перебежками, чтобы играть. И можно еще один пистолет-пулемет купить. А двустволку я, наверное, не буду брать. Мы хотим стрелять с дистанции, а для масс урона у нас будут шреддеры. Скорость атаки нам пойдет, криты не хочу. Лазерную пушку, ну, видимо, надо закреплять лазерку. Так. Погнали. ХП бы. Да мы, наверное, до девятой волны будем нормально идти без ХП. Я... В принципе, предприниматель нас ослабляет в бою в плане урона. У предпринимателя минус 50% ко всем модификациям урона. То есть, надо попытаться затащить за счет того, что он дает нам много денег. И за счет этого выигрывать. О, плечи третьего уровня плюс 3 урона в дальнем бою. Я беру нам много урона сейчас. Ну, вот, может быть, плюс 6 максимального здоровья лучше, чем 8%. Вот это да, есть такое дело. Так, ну и давай тогда скорость атаки я куплю лазерку. Соединю нам шредер и еще одну лазерку куплю. Можем фиолетовый шредер сделать. Дальность сильно снижать нам не нужно. Дальность нам пригодится. Окей, вот это топ-апгрейд. Точильный камень прям рулит очень хорошо. Гража жизни. мы можем криты играть, но я не уверен в этом. Так, тортик дает тоже 3 максимального здоровья пойдет. Костер даст нам регенерацию, стихийный урон, но стихийный нам пока не нужен. Ага, ну вот еще кофе на скорость атаки и что у нас, 67 остается. Можно купить кибершар, чтобы не этот, чтобы не тратить 18 на рерол, а все равно потратим. Ну, не важно. Я не знаю, о чем я говорю. Криты это как урон, только не за дебафанный. Ммм, кстати, вообще-то это имеет смысл. Вообще-то чат говорит дело. Потому что у нас нет дебафа на криты, но есть дебаф на урон. Окей, окей, хорошо, учтем. Может быть, реально надо криты тогда собирать. Но криты тоже дают мало урона без криты дают мало урона без собственно урона. То есть модификатор крита умножает тот урон, который у тебя есть. так, ладно. Сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Но седьмая волна, мы еще можем взять 10 сбора себе. Ого, наручники на 29 хп взять. О, красота какая. Окей, окей. Сейчас меня, наверное, убьет, если я их возьму. Свинья не работает. Окей, свинья не работает. Мы же, у нас предприниматели, мы все деньги теряем. не надо меня джебейтить. У нас больше всего набивают шреддеры сейчас. Шреддер набивает 1100. Ах, нет, пистолеты, пулеметы тоже нормально набивают. Ну, давай пистолеты, пулеметы собирать, тогда будем. Ну, и куплю кариты нам тогда. Чего? Чего уж тут? Купим кариты. Приманка на восьмой волне. Восьмая волна это чарджеры. Эм, наверное, у нас хватит урона перебить приманку, и мы точно можем взять бабочку. И нам вот еще предлагают сбора купить. Ну, я буду покупать. Ближний бой нам не нужен. О, вот оно. Так, нам нужно прожить эту волну, у нас будет ракетница. Хорош. Очень, очень, очень хорошо. Знамя. Знамя тоже имеет смысл, но платить за него пока не хочу. Оружие слишком слабое. Так, ракетницу замораживаем. О, лазерку в заморозку. Шреддер сейчас купим. Соединим эти шреддеры, шреддер купим. Во, нормально, нормально, нормально. Теперь у нас один фиольный шреддер, правда, он только один остался, но нам и вроде особо урона не нужен сейчас. Немножко стрёмно было, я забыл, что я приманку взял, но знаешь что, кто не рискует, тот всю жизнь потом не пьёт и не ходит к психологу. Да, почти умерли. Почти не считается, а? почти это почти это не по-настоящему. Мы почти умерли раз пять за этот раунд. Ну и что, хотите жить вечно? Большие чарджеры пробивают, а из-за того, что солдат, я не могу убегать, но приходится на месте стоять. Зато не скучно, а? Зато нифига не скучно. Так, ладно, давай рольним. Ещё нам сбора предлагают, но тут что-то мне кажется уже перебор, да? А ладно, пофиг, давай. Давай сбора и давай удачи. Рулим. О, пошла жара. Ой, пошла жара. Так, 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 так. Котелок обязательно нужен. 15 удачи, 18 сбора. Теряем немножко скорости и критов, но пофиг. Так, нам всё равно надо все деньги тратить. Давайте смотреть, что заменить. Ну, лазерки, лазерка вот эта у нас лишняя. Хотя она набила 1600. Знаешь, что лазерка вообще-то набивает хорошо, а вот шреддеры набивают плохо. вообще-то лазерка норма. Ну, мы вот так вот сделаем, точно фиолетовую лазерку делаем. Значит, ну, логично сменить либо вот этот шреддер, либо этот пистолет-пулемет. Я думаю, что, наверное, пистолет-пулемет заменим, и котелок мы точно купим. 136 сбора. Ой, фиолетовый шреддер подогнали нам, вообще класс. Есть еще охотничий трофей, дает сбор материала при убийстве врага критическим ударом, но у нас сейчас крит. 6% крита, но это какая-то фигня. Пока что я не буду его покупать. Давайте еще раз крутанем рулетку. Ага, ну, можно еще лазерку закрепить, все-таки начать собирать вторую лазерку. Доски еще приходят, и они прикольные в принципе. Если бы мы стихийный урон собирали. Да, трофей пока нет смысла брать. Надо сначала собрать криты, а потом этот трофей. Ну, с ракетницей мы теперь должны хорошо фармить. По идее. Девятую волну точно. На элитках у нас будут проблемы. Так что пристегиваемся. Пристегиваемся покрепче. Ну да, шреддеры на прошлой волне были не очень. Потому что там волна с сильными чарджерами без толпы мелочи. На этой волне шреддер наверное бьет очень хорошо. Ну, нормально. 650 мы зафармили. Окей, ежика. Нет смысла брать ради 1 дальнего урона 1 регена терять нет смысла. Так. Ну, у нас десятая волна и броня минус 1. Наверное, надо взять броню. И сбор я прекращаю брать. Уже 147 сбора. Мы уже добавляем на него по десяточке. Ну, процентный выхлоп получаем очень маленький. С таких бонусов. Нам лучше сейчас боевые статы брать. Типа скорости. Как ни странно, скорость за солдат нужна. Не, не буду больше сбор брать. Возьму только какой-то большой трактор можно. Чат. А это не. Давайте скорость брать. Так, ну и нам насыпало тут и шредеров насыпало и лазерную пушку насыпало и легендарный шредер. Прикольно. легендарный шредер. Сто процентные взрывы при попадании, хорошая скорость атаки. Класс. Правда не посмотрели сколько он набил на прошлой волне. Но у нас есть денежка. Так, давайте закупаться. Магазин дает два урона в дальнем бою, скорость атаки, минус процентный урон. Ну это по большей части почти всегда будет магазин выгодный. Пиявка дает нам кражу жизни реген нам и то и другое надо. Теряем 6 сбора но у нас 140 нормально. То же самое с летучей мышью мы можем чуть сбором пожертвовать. Так, что еще, что еще? Уклонение нам пока не актуально но потом нужно будет много уклонения. Белый флаг мы можем взять. Я имею ввиду минус 5 процентов врагов погоды не сделает как и 5 сбора но он хотя бы попадаться больше не будет. Так, что еще у нас есть? Инструменты дают 10 скорости атаки и ускоряют постройки. Ну, постройки нам вроде не нужны. Я и сады нам не покупал. А мы ждем 10 скорости атаки без минусов. Ну, дорого, но без минусов. а, ну, давай брать. Без минусов стоит взять. И по полям по полям трактор руины едет к нам. Ну, вот он трактор. Ну, и удачу я куплю, естественно. Стоит ли его замораживать? Я не знаю, я не уверен. Он типа прикольный, конечно. 40 сбора есть 40 сбора, но 8% фурок. Посмотрите на наш процентный урон. Минус один. По-моему, оно того не стоит. У нас на 12-й волне элитка, нам на элитке нужен не сбор, а боевые статы. Чат говорит стоит, но по-моему, это руинище. По-моему, чат руина будет. Если он выпал в начале магазина, я бы, наверное, взял, но занимать слот в магазине на следующий раунд и на один раунд позже его покупать, это, на самом деле, очень большая разница. Потому что, если бы мы его перед 10-й волной взяли, он бы к 12-й волне уже окупился. Но так он начнет работать только, получается, на 11-й даст нам там 50 денег эти в обратку и к 12-й волне он просто в минус выйдем. А меня сейчас больше всего заботит 12-я волна, потому что я думаю, что элитка, смотря какая попадется, может нас убить. Типа этот чувак, который яйца ставит, его я боюсь. Повар, наверное, норм на солдате, потому что на поваре так и надо, чуть-чуть прошелся, остановился, но не знаю, не знаю. Ну и что мы будем делать? Броню нам предлагают уклонение, удачу, но удача нам точно не нужна, пока хватит. Броня или уклонение тогда, чтобы не ролить. Уклонение, наверное, лучше. Я в последнее время начал больше склоняться к тому, что уклонение немедленно важно, чем броня. А может быть важнее, чем броня. Типа против толпы мелочи уклонение лучше, чем бронька. Ну, ладно, пока что перед боссом возьмем вот это. О, хамелеон. 3 к уклонению плюс 20 к уклонению в неподвижности. Оно наше. Так, кожаный жилет, броня уклонения, оно. Критов все еще у нас нет. Мы можем взять отталкивание, но я не буду этого делать. Лучше урон взять. Так, улитка. Улитка минусует скорость врагов и нашу скорость. Ну, не знаю, насколько это выгодно, но давайте возьмем, ладно. Медпушку точно не будем брать. Так, сплав дает криты, урон дальнем бою, ближнем, уклонение. Ну, вот тут мы можем взять уклонение сейчас фишкой. Или наоборот критов и потерять уклонение. По-моему, лучше фишку взять. Что еще? Давайте еще крутанем рулетку. ракетница. Заморозить. И бесплатные рероллы всегда хорошо. Но наручники брать не будем. Окей, я весь магазин здесь заморожу. 11-я волна. Погнали. Снижение урона урезается в два раза? Ты имеешь в виду бонус? А, да, минусы на урон тоже в два раза слабее, чем бонусы на урон. Да, 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 да. Типа предприниматель дает минус 50% ко всем бонусам на урон, но к минусам на урон он тоже дает минус 50%. Если предмет давал тебе минус 10% к урону, то он будет давать минус 5. Так что в этом плане трактор был бы неплох. Но с другой стороны шило на мыло, потому что что так, что так, тебе придется ну еще сложнее будет урон набрать все равно. Если бы мы вообще никогда не хотели собирать урон, тогда это было бы актуально. мы хотим собирать урон. Окей, точильный камень кайф. Окей, нам здесь еще брони и уклонения предлагают. Но у нас уклонение уже неплохое, давай еще броню возьмем. Так, ну тут мы будем покупать все. Бесплатные рероллы, прицел дает нам урон в дальнем бою, дальность, ракетница. Угу. Кого-то придется уволить. Пистолет, пулемет 2500, лазерка, как ни странно, хорошо набивает. 3300. Ну, ракетница вне конкуренции, шредер легендарный вне конкуренции, они очень хорошо набивают. Синий шредер плохо бьет. Хуже, хуже всего. Окей, по статистике синий шредер получает самый фиговый. Надо его тогда менять. ракетница должна быть лучше, чем он. Мы можем еще сбора пожертвовать ради пиявки. Так, что еще, что еще, что еще? Уничтожитель. Интересно, как уничтожитель будет набивать нас? Я его почти никогда не использую. 300 урона на нем. пробивание 99. Говорят, мощнее лазер кичат. Ну, давайте я его заморожу, и мы его, если что, купим. Так, ну, пока что я еще покручу рулетку. Знамя? Мы можем взять знамя. Скорость атаки есть. Хотя, кражу жизни не хочется терять, да? Я не буду брать. И еще одну тележку предлагают нам завести. На 12-й волне. Ну, хотя, один брони, наверное, ничего не зарешает. Ладно, давай тележку. Ну, сейчас погнали, элитка. Ага, вот эту элитку я боялся, потому что солдат у нас не маневренный, и будет сложно за ней следить. Я попробую в наглую. Я буду, попробую уклоняться, стоя на месте. Под этим я подразумеваю плохая идея. Я попробовал затанчить лицом, типа, плюс 20% уклонению неподвижности. Ну, кстати, почти сработало. Чуть-чуть больше рандом на нашей стороне, и мы, наверное, бы пробились бы. Я попробую мелкими шажками ходить за ней. У нас 20 секунд еще есть. Вполне возможно, нам хватит урона. Я специально не направляю вручную прицел, потому что боюсь, что окружат. Ты знаешь, как ни странно, но этот билд с процентом урона всего 24, и это уже с бонусом солдата. Почему-то работает. Каким-то образом. Если нам сейчас диван выпадет, о мой бог. А, это не диван, это инженерия. Разрывные патроны. Плюс 60% к взрывному урону. Мое. Спасибо. Да, смотри, процент урона минус 8. Сюда. Очень повезло. Это идеально. Это идеальная легендарка для нас. Она без минусов. Ну, практически. Только теперь надо сменить все оружие на взрывное. Мы вообще будем в шоколаде. Так, я попробую покрутить здесь рулетку. Чуть-чуть. О, скорость. Я хотел нам скорости взять. И урон в дальнем бою тоже можно взять. Ладно. Плазменная кувалда. Урон 144. Легендарная. Шанс 50% взорваться при попадании. Ну... Даже не знаю. 144 урона много. Хм... Дорого, да? Слишком дорого. 500... 488. Не получится. Взрывное. Надо было заказы лучше делать. Получается, уничтожитель опять не берем. Он не взрывной. Он обычный. Вероятность руины крайне высока. Привет, ревелинт. Дэнти Лайн. А чего это? Какая руина? Так, ну надо фишку и повязку брать. Это наше уклонение и криты. Бородатый ребенок. После гибели врага из него вырывается пуля, наносящая 6 урона. Статуэтка. Плюс 30% скорости атаки в неподвижности. Минус 10 скорость. Это мы точно берем. Утилизатор тоже надо брать. А вот это даже не знаю. На самом деле получается фигня, да? Она на нашем билде слабая. нам выгоднее взрывным уроном сносить всех. А эта штука будет по 6 бить? 6 это очень мало. Да. Не берем. Пошли дальше. О! Вот это мне нравится. Так, уклонение, кстати, у нас уже в неподвижности будет 50. Где? Где это? Где эта штука? Где моя уклонялка? Я даже не знаю, как она выглядит. А, вот хамелеон. Да, у нас 50 уклона. То есть вот фишку еще взять и все. Уклон у нас на максимуме. И можно помидор всегда взять. Регена много будет. Ну, как-то так. Облоуничтожитель вместо лазерки. в теории да, но за него же еще платить надо. Я что-то подумал, что раз мы взяли взрывное оружие, такое усиление на взрывное оружие, нам не стоит платить ни за какое оружие, кроме взрывного. Типа бесплатно? Да. Но за деньги что-то не хочется. очень мало хп. Не, нормально. У нас эффективное хп очень высокое. У нас уклон почти 60% и броня есть. Ну, хотя брони уже мало, да. Но уклон. Из-за уклона у нас высокое эффективное хп. Мы против сильных ударов, правда, слабенькие сейчас, но против кучи мелких должны норм идти. Главное нам хп и броню повысить до элитки. Потому что вот элитка может съесть. Я видишь, против толпы хорошо стоим. Ну, кожаный жилетик, вот еще броня уклон. Ну, давай я попробую нам хп-шку найти или криты. Возьмем криты, я передумал. Так, ну, вот тут много всего хорошего. Тихоходка один удар за волну обнуляет. Вроде как дорого, но мы типа нормально стоим. так, окей, пришельца мы берем всегда, кофе тоже всегда. Тихоходка, тихоходка. Не, один удар за волну это не серьезно. Динамит всегда берем, взрывной урон. Так, уклон нам уже не нужен. Что у нас за броней? 8. Но скорость тоже я не хочу жертвовать. Купон на скидку должен купиться по идее. еще один магазин. Ну, давай. Сомнительное зелье. Можно уж вообще удачу зашкалить. Удача зашкаливает. Так, фишки нам больше не нужны. Деревья всегда хорошо. Летучая мышь всегда хорошо. Ну, вот как-то так. 14-я волна. Элитка будет аж на 17-й. Уже отрицательный процент урона было плюс 24%. А это потому, что мы на месте стояли. Мы в бою. Солдат на месте, когда в бою стоит, получает 50% бонус к урону. Но из-за предпринимателя он становится 25%. То есть эти вот 24% это был бонус чисто солдата. И этот бонус не показывает в статистике в магазине. Но вообще смотри на реальный урон. У нас по цифрам урон плохой, но реальный урон очень хороший. И набивают все эти ракетницы и шреда. Вот сейчас посмотрим стату. Я думаю, что обычное стрелковое оружие будет почти по нулям. Шреддер и ракетница нам будут десятки тысяч выбивать. Так, криты, стихийный урон, не-не-не. О, пластиковая взрывчатка 25% к радиусу взрыва. Сюда. Так, а здесь действительно надо поискать хпшку и броню. Ну, давай броню возьмем. А нет, ты знаешь, ракетница 6600, это 4,5, и шреддер 8200. ракетница ракетница набивает лучше, чем другое оружие, но не настолько, насколько я думал. Я думал, она будет выбивать прям в 2-3 раза больше. Интересно. Так, медалька минусы уйдет нам криты, но мы решили, что криты будем собирать, да? Значит, не буду брать медаль, хотя она топовая. Серебряная пуля, урон по боссам и элите, взрывной урон, купончик, окей, купон берем, взрывной урон берем, урон по боссам и элите берем, кофе на скорость атаки берем, что-то мы все берем. Плавник на скорости кражу жизни и минус удачу берем. 15-я волна, сейчас будет орда. Вообще, можно прикольнуться и взять свечу. Медалька дает остальные статы, которые важнее крита. Фиг знает. У нас остальных статов уже много. Броня есть, уклонение у нас вообще от максиная, уже больше максимума. скорость тоже вроде есть. Кстати, можно кислоту брать, потому что у нас уже перебор уклона. Да. Минус 4 уклона ничего не делает. Давайте свечу возьмем. Хотя, а смысл? У нас масса урона. Чего нам? Зачем нам меньше врагов делать? Стихийный урон нам не нужен. Я не буду брать. ну, и чего, ребят, я вам скажу? Ну, не существует больше возьму робота на замедлялку и давай сумку. Сумку заморозим. Сумка все равно должна окупиться. Хотя, пофиг, не буду брать. Что-то я такое умное хотел сказать и забыл. Ну, все. Не будет умных мыслей. Стример забыл. Не умеет. Треугольник? А, самом деле, треугольник можно было взять. До нас, смотри, не доходит никто. Типа, мы хорошо держим на расстоянии всю толпу. Надо собрать материалы здесь. Я забыл, что я хотел сказать. Что-то, наверное, очень умное. Ничего не существует. Походу, мы выиграем. Я думаю, это победный забег, ребят. Я думаю, мы выиграем наш первый забег в ГМО моде со странным билдом. Окей, прицел мы всегда будем брать. А вот и хпшка. Отлично. Так, ритуал вообще топовая штука. Урон, кражу жизни дает. Ну, сбора нам больше не надо. Так, еще один хамелеон. Еще 20 уклонения в неподвижности. Ну, смысла нет. У нас будет 60 максимум. донорство крови. на самом деле, наверное, с таким вампириком можно было бы и взять, но на 16 волне толку мало. Так, плавник очень хорош, даже на нашей персе. Еще можно прокладку взять. А ну-ка, смотрите, в смысле, подкладку. 3 максимальное здоровье и плюс 1 к максимальному здоровью за каждые 100 материалов. то есть это сейчас будет 9 хпшки в обмен на 5 скорости. Ну, давай, максимальное хп у нас слабое место. И возьмем здесь скорость и солнечные очки для критов. Делаем билд на криты, потому что чат дело говорит, криты у нас никак не минусуются. Криты у нас плюс. О! Легендарная лазерка. Сюда давай. Легендарная лазерка. И магия пришельцев даст нам тоже хп и реген классно. Отлично. Так, еще один шредер. А еще статуэтка на скорость атаки в неподвижности и минус 10 скорости. Ну, давай, попробуем. Да, шрама уже поздно, ребят. 16-я волна, мы его купим на 17-й, на 3-й волны. Нет смысла. Нет смысла. Надо было раньше брать. Эмм, наверное, можно взять синий шреддер вместо этой лазерки. Вместо синей лазерки. Да? С расчетом, что, может быть, его проапгрейдить получится. Статуэтку я реально возьму. хотя 10 скорости жалко, но пока что билд на скорость атаки работает отлично. Мы просто сносим все. Мисплей? Что случилось? А, я мог разобрать и купить. Я забыл, да. Я забыл, ребят. Просто я никогда не разбираю вещи, поэтому нет привычки такой. Мисплей прокладки? Почему? Я же ее первую купил, нет? Я собирался ее купить первой. Я сто процентов собирался, но, видимо, затупил. О, еще критый класс. А вот компенсируем скорость, кстати. 60 дальности. О, ну, давай. Дальность 119. Жесть. Нет, подкладка срабатывает, когда ты ее покупаешь. Типа, нет? Типа, вот ты ее в тот момент, когда купил, она тебе дала хп-шку, нет? Сейчас проверим. А, реально. Ну, я тогда не понял, как она работает, ребят. Я думал, что она не так работает. Вы знаете, что? Синяя лазерка набивает лучше, чем фиолетовый пистолет-пулемет. Да. Синяя лазерка набила 5800. Фиолетовый пистоль 3500. У нас неправильный билд для пистолета-пулемета. Окей, он уходит нафиг. Давай мне шреддер. О! О! что нам привезли. Да, я трачу деньги, хп уменьшается, вы правы. Ой, знаете что? Ну, мисплей, зато там будущее будем знать. Осьминог. 12 максимального здоровья, 5 кражей жизни, минус 8 крита. Хммм. А надо ли нам осьминог? А нужен ли он нам? Вообще-то осьминог автопик почти всегда. Кража жизни, 5 кражей жизни ничего для нас не сделают. У нас 26% этого уже более достаточно, чем достаточно. 12 хп-шки тоже не так важно. А криты это наш урон. Ребят, мы дамажим критами. Как-то не печально. Что, у нас что-то завязано на крите? Урон? Типа у нас процент урона плохой, мы вот за счет критов вытаскиваем. Мммм. Я не буду брать осьминога. Стеклянная пушка даже не знаю. Даже не знаю. Три брони жалко. Сейчас элитка. Не, не буду брать. Давайте что-то другое искать. О! О! Купончик. Генератор энергии. Вот, урон за скорость. Вот, вот это нам надо. Ну и талисманчик можно на самом деле взять. 30 удач никогда не повредят. И еще одна ракетница. Так, ну все, меняем тогда вот эту последнюю лазерку на ракетницу. И у нас дофига взрывного урона. Бабочка всегда кайф. И еще один шреддер, чтобы сделать его фиольным. Отлично. И сумку давай купим уже напоследок. Все, мы готовы. Элитка, погнали. Чарджер. Битва двух танков. Главное не пугаться. Здесь нужна стойкость. Нужно смело смотреть в его чарджершую морду. Ну, не слишком, конечно, смело. А то так можно и сдохнуть. Стальные нервы. Я знал, что у нас урона хватает. Но типа если бы я его испугался и начал бы от него все время убегать, он бы убил нас. Потому что мы бы не дамажили. Мне нужно было вот знаешь, отходить в последнюю секунду перед поездом. А так вообще все классно. билд как ни странно получился топовый. Я думаю мы выиграем. А вот теперь мы точно выиграем. Без вариантов. Ракетный ранец дает 15 скорости, 10 к уклонению, а для нас скорость дает урон. Короче, крутяк. Теряем здоровье и броню, но пофиг. Наберем. Так, это нам не работает книжка у нас. Давай брони возьму. Пофиксить броню. И ядерная установка. Хо-хо-хо. Вот она. Вот она. Правда она от стихийного урона качается, но пофиг. У нее базовый урон 103. Просто огромная база. И радиус взрыва еще. Так, как нам ее взять вместо... Лазерка набивает. Не, легендарная лазерка набила 19 тысяч. Она набила больше, чем ракетница. Она набила как шреддер. Давайте просто тогда объединим эти ракетницы и купим ядерку. Ох. Надо будет статистику по ядерке посмотреть. Так, мамонт. Урон в ближнем бою. Реген. Такое нам не надо. А вот баррикада дает 8 брони в неподвижности на минус 5 скорость. Давай сюда. Так, хамелеон дает еще уклонение в неподвижности, но опять же нам не надо. У нас уже перебор по уклонению. Нам можно даже лягушонка купить, например. Но сбор на 18 волне брать как-то тупо. Стихийный урон нам теперь подходит. Во! Можно стихийный урон с ядеркой брать. И еще взрывной урон. Так, повязку на глаза, кстати, закрепить для критов. И давай легендарный уничтожитель. Ё-моё. Затестить бы его. Миниган нам точно не подходит. Легендарный уничтожитель. 500 урона. 500 урона Карл на выстреле. Жесть. У нас массовый урон. Так это на босса взять. На ласт босса взять. Ну, давайте его купим и затестим. Я соединю ракетницы, да, сделаю лего ракетницу и мы посмотрим, что он набьет. Сравним, потому что я его никогда не беру, он так поздно появляется, все время что-то нам в билды не идет. Вместо лазерки не хочу, я бы его хотел взять и сравнить, кто лучше себя покажет. Лего лазерки или уничтожитель? На боссе, именно на боссе, потому что это оружие босс-киллер, по идее, должно быть, судя по тому, что на нем написано. Ну, а на практике надо будет смотреть. Может быть, он вообще будет трэш полный. Ну, вся остальная оружка у нас топовая. Смотри, с ядеркой все, враги не успевают спавниться. Вообще ничего не где они? Мне нужна скорость, чтобы материалы бегать собирать. Окей, свинья-копилка буквально ничего не делает. Чела нам не нужна. 19-я волна. Ам, давай, соединяем. Ну, окей, сейчас я посмотрю стату. А фиолетовые ракетницы не так много бьют. Ядерка выбила 18 тысяч. А, ну, ядерка, короче, украла ДПС у всех оружек. Да. Ха-ха-ха. Она просто забрала весь ДПС себе. Как не культурно с ее стороны. Теперь непоказательно. Ну, ладно, посмотрим. Все равно я его куплю ради эксперимента. Так, ну и острый соус всегда можно взять. Плюс он от взрывов тоже скейлится. Что нам еще надо? Радиус сбора норм. Ящики нам уже не нужны. Броня, да? У нас брони маловато. Давай, сейчас броню возьмем, а напиток даст нам криты, что для нас очень хорошо. Я его заморожу. на улитках уничтожители лазерка набьют свое. Сейчас проверим. Уничтожителю нужно ручное наведение на босса, иначе он часто стреляет в молоко. А, ну да. луркер прав. Луркер дело говорит, фигни не скажет. Спасибо луркер большое за донат. Спасибо за инфу. Я так не люблю ручное наведение. Оно у меня все время руинит. Ну, попробуем аккуратненько. У нас, по-моему, имбища имбовая, поэтому так-то мне кажется, что я могу руки от клавиатуры убрать, и игра сама будет играться. Честно говоря, я хожу только, чтобы эти материалы подбирать, чтобы оно не валялось. Ну, вот. Поэтому попробуем. Окей, еще магазин можно взять. Ну, и тут, честно говоря, пофиг. Давай реген возьмем. Напиток. Скорость. Чего еще? Еще один магазин. Всегда хорошо. Ну, и критов нам можно еще посмотреть. Или легендарную ядерку можно собрать альтернативно. Уничтожитель набил 7000 на той волне. Меньше, чем лазерка. Ну, и ядерка опять весь урон украла. У нее 27000. Легендарная ракетница, кстати, 19 набила. Норм. Шреддер слабее ядерки. Ну, она весь урон ворует. Потому что у нее дальность 900. Она стреляет первая. И поэтому тырит все киллы мелочи у других оружек. Чат говорит фиолетовый шреддер продать. А смысл? Почему не сделать легу ядерки? Давайте легу ядерки лучше сделаем. Так, и чего еще взять? И на последнюю волну павлина. Ради челленджа. Абсолютно не нужно, абсолютно бесполезно. в этом нет никаких плюсов. Он бонусный опыт дает, но 50% к урону врагов. Не надо? Чат? Вы что, хотите жить вечно? Погнали! Ради ради форсу бандитского. О, как они больно бьют. да. Что-то может не надо было брать? Так, Луркер там говорил вручную наводить оружку, но я что-то передумал. Абсолютно стертый с лица земли. 바ир б� шансов кусь, тусть, внук, я твой дед. Здорово, дед. Дед мисплей, привет. Так, статы ядерки 17 тысяч, уничтожитель 20 Тысяч Ракетница 11 тысяч Фиол Шреддер 2000, он вообще не участвовал Лазерка 9 И легендарный Шреддер 4 Ну, короче Этот, ядерка и уничтожитель Весь себе урон украли Потому что Дальность большая Они сносили всех врагов И они даже не успевали подойти Поэтому Получается, что имба Да, некоторые оружки просто не успели сыграть Ну, честно говоря, волна Не показательная, потому что мы Слишком быстро снесли Боссов Они упали за 5 секунд То есть Вот эта стата, она у нас кривая Тут нет смысла смотреть Ту стату Половина оружия Ничего не делала Показательно Ну, показательно То, что мы быстро выиграли Да Ну, чё, красная команда Первый забег В ГМО моде Победный Красивая Давайте ещё забег Братату Надо, ребята Надо ещё забег сделать Потому что Мне нравится Да Павлин Сильно помог Мод слабоват Чему слабоват-то А чё А куда сильнее-то Вот там есть ещё Моды На разных персонажей Но В принципе С этим модом С этим модом Вроде пока Они не нужны Мод делает Легче Наверное Да Ну, посмотрим Ещё попробуем Сейчас поиграем Посмотрим